Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дауир, фаниля моя Шакиржан. Эльдар Дайрабаев задал мне вопрос. У меня бабушка по отцу лечит людей, помесь религиозного, скобки, ислам-мракобесия и аульного колдовства, деревенской магии, скобка. Кажись, так наличило, что умер мой отец и ее сын старший. Вы в курсе этой истории? Вы точно сказали, что отец еще в придачу противился изменениям мира. Может мне атаковать ее энергетически, чтобы она своими действиями мне не навредила? На диалог не идет. Считает себя самой умной и праведной. Может есть магическая защита от таких старших родственников горе-целителей, чтобы их не бить энергетически. А может она очень хороший целитель, не знаю, неопределенность и скрытая угроза. Защиту в первую очередь нужно делать сестренке. В этой ситуации она попадает под удар первой. А у вас со стороны матери, если она адекватная, есть некоторая защита или хотя бы доля защиты. Атаковать не надо, нужно ставить защиту. Вот такой вот ответ. И понятно, что это все логически связано в одном целом. У меня было множество лекций по карме рода и другие лекции по целительству, правилам поведения при обращении к целителям. Три принципа целительства. Много вот этих. Но конкретно вот этот вопрос был задан в моем видеоролике, который называется «Медиумы манипулируют неофитами целительства». Ну, достаточно такая обширная тема. Интересная. Просто вот нужно связывать в единое целое те знания, которые я давал в разных лекциях, в разных вот этих аспектах. Тогда вот таких вопросов возникать не будет. И понятно, да, вот из вышеизложенного. Почему именно сестренка Ильдара Дайрабаева попадает первой под удар энергетического отката? Тут пойдет именно энергетический откат. Есть отдельный такой видеоролик, который так и называется «Энергетический откат». Вот это все, если просмотреть, все становится на свои места. Все раскладывается как полочка. И все становится понятно. На этом до свидания, до новых встреч.